Дорогие друзья, по сохранению объектов историко-культурного наследия города Саратова и Саратовской области. Со своей стороны, говорил уже, мы заказали проекты по 21 объекту, они выполнены. На будущий год по 5 объектам будет выделено федеральное финансирование. Кроме этого, по дому Александровского будем реализовывать благотворительный проект. Сейчас денежные средства ищем для того, чтобы заказать проект по дому Ехимовича, а также по дому офицеров в Летке, в Энгельсе. Кроме этого, решение прорабатывается по 99-й школе. Вот программа, она конкретная. Такая же программа, только, возможно, более обширная, должна быть в рамках областного министерства культуры, в рамках городского комитета культуры, в районных комитетах. Это конкретное обязательство, которое должна брать на себя власть. И в этом направлении работать, а так получается, вы обсуждаете то, к чему отношения имеете. Если исходить лишь по определению, что это находится на территории Саратского гостя, то да. Ну а какой вклад ваш? Какая роль? Возьмите на себя решение тех вопросов, которые ждут этих шагов с вашей стороны. Посмотрите по тому же Дому Ехимовича. Ведь фактически мы потеряли здание, которое является украшением города, объектом историко-культурного наследия. Его отдали в какие-то залоговые конструкции. И сейчас мы ждем одного, когда этот объект вернется в областную собственность, с тем, чтобы уже потом решать в отношении него вопросы, связанные с финансированием проекта по реставрации, подчеркиваю. Что касается Дома офицеров. Да, надо сказать славу благодарности тем, кто был неравнодушен к его судьбе. Дом офицеров стал объектом историко-культурного наследия. Это хорошо. Мы нашли денежные средства для того, чтобы сделать дренаж и отвезти воду от его фундамента. Заслуг у этого здания огромное количество. Когда их сейчас обсуждаете с позиции, ему надо присваивать статус федерального объекта, вы присвоите сейчас хотя бы статус памятника областного значения. У него его нет. А это в ваших силах сделать дальше. Если вы хотите его сохранить, давайте обсудим вопрос проектирования и подготовки необходимых материалов для того, чтобы его сохранить и реставрировать. Денежные средства найдем, но их можно, в принципе, поискать вместе. Там кровля нуждается в срочном ремонте. Там просто нужно ее хотя бы временно оборудовать тем, чтобы здание быстро не разрушалось. Это те средства, которые может себе позволить и город Энгельс. Поэтому от разговоров нужно перейти к работе. Это здание, часть нашей истории. А историю нужно беречь. Я надеюсь, что этого разговора будет достаточно. Со своей стороны сделаю все для того, чтобы найти средства на полноценное проектирование. А затем буду искать на реконструкцию. Если есть желание помочь, есть желание вместе решать эту проблему, давайте. Но было бы правильно подготовить программу сохранения объектов историко-культурного наследия и привязать конкретным временным сроком ее реализацию и в городе Саратове, и в городе Энгельс, и в Балаково, в Ольске, и в Балашове.